Добрый вечер, друзья! Именно добрый вечер, потому что утром этих людей вы вряд ли где-нибудь найдете вместе. Они разбредаются по Москве, по разным своим спальным районам. И вот вечерами мы здесь именно встречаем очень хороших людей. Вот такой человек, как, например, Александр Савин. Здравствуй, Саша! Здравствуй, Серёж! Поддоровайся, мальчик, с ребятками. Здравствуйте, у меня сегодня новый имидж, я Карл Маркс, молодые годы. Здравствуйте, ребята! Александр Савин появляется в тех местах, где мероприятие все-таки становится лицензионным. Знаковым. Он знаковым, да. То есть Александр Савин это как некий Оскар такой российского шоу-бизнеса, который в очередной раз сегодня появился здесь, в Корстане, в ресторане, который мы искали очень долго. Нас сюда долго не пускали. Ну и сейчас мы и зрителям об этом расскажем. Здравствуйте, Александр, ещё раз. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, зрители! Вы хотя бы знаете, зачем вы сюда сегодня пришли? Вы знаете, я сюда пришёл по приглашению моих друзей на презентацию клипа группы «Русская Абба». Потому что когда я сегодня увидел клип, первые кадры мне напомнили легендарную группу «Абба». Но я почему-то подумал, странно, это что? Либо это как бы просто песня, которую они решили записать вчетвером, либо это новый проект какой-то. Хотя новый проект, они сами по себе. Смотри, Витя Салтыков, Таня Морозова, Дмитрий Чижов и девочка. С девочкой я до сих пор ещё не знаком. А вот, у неё муж, говорят, очень серьёзный. А вот, поэтому мне непонятно, вот, на самом деле. Либо это Дима Чижов решил воплотить в жизнь. Ты вопрос слышал, который я тебе задал? Да подожди, дай о песне поговорить. Ну говори, ладно. Ну я же про песню сейчас. Я про песню, а заодно сразу про клип. Вот, а ты взял, всё, давай теперь задавай вопрос другой. Александр, вот многие наши звёзды тоже думают, что они похожи, как и вы. Вы мне всё-таки больше напоминаете не русского повороте, а внешне вы больше похожи на доисторического Демиса Русуса. Вы что-нибудь исполните нам из этого сегодня? Боже мой. Пожалуйста. Вы ещё помните этого великого человека Демиса Русуса? Нет, я не помню, но я помню, когда он был таким. Он был, кстати, он и есть. Он сейчас просто единственное, он полысел сейчас. И похудел. Похудел, да, слегонца. Исполни нам что-нибудь, пожалуйста. Из Демиса Русуса. Ушёл от нас последний день, Как исчезает в полночь тень. Помните, эта песня, она называется «Сувенир». Ты не хочешь допеть-то её? Да подожди, стоп. Сегодня же не мой творческий вечер. Творческий вечер сегодня... У нас сегодня все будут петь. Боже мой, боже мой. Вот так всегда. Вот так всегда. Не тяните время. Зачем? Ну хорошо. Вы помните, такая была у Демиса Русуса, ещё замечательная песня? Но мне всегда приятно, что когда мы встречаемся с тобой, Мы говорим «Здравствуй, Бим!» Здравствуй, Бом. Ну что ж, друзья мои, вот так вот с миру по нитке лысому парик. Нашему другу сегодня исполнилось 89 лет. Подожди, стоп, стоп. Зачем ты обманываешь? 92 мне уже. Знаешь, мне кто-то звонит всё время. Можно я отвечу? А давай я тогда поговорю с народом. Ну, только чуть-чуть. Ну что ж, дорогие друзья, пока великий и могучий, и талантливый Сергей Мудров, гениальный поэт, современности, ведущий вот этой замечательной, прекрасной программы. People Star. Он с кем-то разговаривает, и я решил его заменить. Хочу вам сказать, что на самом деле сегодня здесь знаменательное событие. Почему? Потому что, ну, не так уж... Корстон, Корстон, Корстон называется. Подожди, это он... Улица Хасыня. Корстон? Какой? Корстон, бывший Орлёнок. Бывший Орлёнок. Скажи, что это Ленинские горы. Вот. Поэтому, дорогие друзья, вот видите, вот Серёжка набирает, так сказать, массовку, приглашает друзей, и правильно делает. Почему? Потому что, ну, не получилось у Танечки Морозовой, у Чижова, у Салтыкова. Ну, хоть народ соберёт. Нет, ну, у них не получилось всех обзвонить. Поэтому вот Серёжка молодец. Он сразу же говорит, приезжай, приезжай. В любом случае, минеральная вода с бутербродами, так сказать, мы с тобой наедимся и выпьем. Если что. Или купи. А вот купить у нас есть всегда на что. Я тебе хочу сказать, что пока существуют вот такие вот денежки, смотри, вот такие вот, вот такие, пятитысячные, значит, пока всё ещё хорошо. Вот шпоку. Но, но, но как только будет бумажка, 10 тысяч, всё, ребята, всё, считайте, будет полный крах вообще. Смена денег, поэтому нужно будет скупать только юани и монгольские тугрики. Ну, что ж, и, наконец, вопрос. Александр Савин в преддверии Татьяниного дня хочет поздравить всех Татьян нашей страны, а также мира с Татьяниным днём, который наступает завтра, уже через несколько часов буквально. Что для меня твоё имя, Татьяна? Это вот, кстати, песня, которая... С того года, ровно год назад. Да, ровно год назад мы чтобы записывали эту песню, конечно. Вообще, больше, чем в адух раз вообще из песни, знаешь или нет? Ну, хоть допою до конца-то. Боже мой, ну, что ж такое? Я знаю песню. Фанерщики. Я знаю песню там. Хорошо, давай-давай, мы с тобой есть, если хочешь на самом деле. Хватит юлить здесь. Перед интернетом юлить бесполезно. Ты же видишь, что мы сейчас в эфире. Хорошо, поехали. Чём ты не пришёл, як месяц взашёл, я тебе чекала. Пой-пой-пой. Чи коня не мал, чи стежки не знал, мать ты не пускала. Прекрасно. И коня я мал, и стежку я знал. Хвост пистолетом. Хвост пистолетом. И мать ты пускала, найменьша сестра, седельце знайшла. Коня... Это Трубач, кстати, прошёл. Даже он знает эту песню. Потому что это песня, между прочим. О, кстати, а ты не знаешь. Смотри. Фишка клёвая. Смотри. Чём ты не пришёл, як месяц взашёл. Слушай. Нечего надеть, что не говори, не нравятся платья. Чи коня не мал, чи стежки не знал, я тебе в объятья. У Александра Морозова есть такая песня, которая называется... Ну что ж, напомню, платье. Которая полностью была сворована с песни Чём ты не пришёл. После того, как развалился Советский Союз, Александр Морозов посчитал, что он может спокойно на мелодию, на мелодию Чём ты не пришёл, как бы наложить новые стихи и выдать это за свою песню. Накласть новые стихи. А, кстати, когда я работал в группе Бим Бом, вот ты помнишь, это были далёкие 87-88 год, вот как раз группа Бим Бом одна была из начинающих программ и групп по синхро-буфонаде и пародии. Там на вернисаже как-то раз случайно встретила я вас, Шаланды полные кефали. Был так прекрасен вернисаж, но взор ещё прекрасней ваш. В Одессу Костя приводил. Помнишь, такие были замечательные каламбуры? Да. Александр Савин сегодня поздравлял всех с Натейным Днём. Пришёл на мероприятие по клипу Татьяны Морозов и Виктора Салтыкова. И Чижова. И Чижова, да. И девочка ещё беленькая. И девочка, да. И вот на этой радостной ноте мы переходим на новую часть, где мы будем разговаривать с другими... Скажи, пожалуйста, Серёжка, я могу в твоём лице всех, наших Татьян, поцеловать в щёку. Чистым, настоящим, мужским поцелуем. Потому что, Серёж, ты знаешь, что всё творчество настоящих мужиков, артистов принадлежит вам, наши прекрасные девушки. К сожалению, к сожалению, нас, настоящих мужиков, артистов, в скором времени будет сексуальное меньшинство. Но Серёжа знает, что чем их голубых больше, тем нам, настоящим мужчинам, будет всегда больше доставаться вашей любви, ласки, а самое главное, аплодисментов за наши песни, которые принадлежат вам. Спасибо, друзья. До новых встреч. Саня, что ты делаешь?